Производители пива жалуются на трудную жизнь. Они готовятся к введению обязательного лицензирования и ограничению объема упаковки. Перспективы называют мрачными и поговаривают даже, что борьба с пьянством якобы выльется в массовую безработицу. Но вот насколько эти жалобы оправданы, попыталась понять Мария Черешнева. Пивная ярмарка Сибири словно иллюстрирует тот факт, что Новосибирск бесспорный лидер по числу пивных магазинов. Желающих продегустировать пенный напиток здесь больше, чем участников и рекламных агентов. Тот объем, который наша компания вырабатывает, его недостаточно. Сейчас компания увеличивается в три раза. Есть планы в течение ближайших трех лет после этого повторно вырасти в 3-5 раз. Однако, возможно, этим планам сбыться не суждено. Рынок ждет сразу несколько новшеств. Например, производители и продавцов обяжут учитывать напитки в государственной системе контроля. Предполагается, что это позволит снизить потери бюджета из-за роста нелегального рынка алкоголя. Предлагаемая дата вступления закона в силу – 1 июля 2015 года. Закона на сегодняшний день нет. Соответственно, у пивоваров остается всего лишь несколько месяцев для подготовки к этому серьезному новшеству. Второй момент – это стоимость этих изменений. На одно рабочее место, а на каждом пивоваренном предприятии их как минимум несколько, нужно затратить от 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Придется пивоварам свое дело и лицензировать, а это тоже лишние затраты. Лицензия пока не ясна, сколько будет стоить, но если сравнивать цены с лицензированием крепкого алкоголя и вина, то это значительная сумма для мини-заводов. Это, скажем, как вот нескольких единиц миллионов, так и несколько десятков миллионов рублей. Вот крафтово пивоварение и небольшие пивоварни, которые в классическом стиле работают, они просто закроются, потому что это будет экономически нецелесообразно. Пивовары прогнозируют, в ближайшее время рынок начнет сокращаться, а все идеи российского правительства приведут не к трезвости, а к безработице. Вот эта непредсказуемость рынка, она очень нагнетает обстановку, и то, что рынок за последние 4 года упал на 30%, это как раз результат вот такого нелогичного законодательного регулирования. Наконец, в июле 2016 года станет незаконной пластиковая тара. Половина всего пива, которое производят сегодня в России, на прилавке выходит именно в ПЭТ-упаковке. Пока непонятно, коснется это только производителей или затронет еще и продажу разливного пива. Всяко-разно найдут обход этого закона, запретят в ПЭТ-тару, будет лить стекло, запретят стекло, будут лить в тетрапаки. В крайнем случае, не знаю, там, полиэтиленовые какие-то пакеты начнут придумывать. Но в любом случае полимерная тара значительно дешевле стеклянной или жестяной. Очевидно, что все дополнительные расходы лягут на покупателей. Мария Черешнева, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск.